Здравствуйте, господа, еще раз. Здравствуйте, господа. Мы только-только рассмотрели, с Кирилем Аскаковичем. Так, и теперь, пожалуйста. Пожалуйста, меня интересуют все сроки, которые проговорили в час, господин Загвазин. Ваше письмо с удовольствием прочитал. Ваш график, который не согласил Ген Павлович, с удовольствием прочитал. Понимаю, что в вашем графике и в вашем письме есть ваши расхождения по расчетам объема принимаемого бетонного масла. Одно красиво, пожалуйста, начать с этого. Ну, тот график, который вы дали, мы его выполним. Это вас. Тот график, который вы дали, мы имеем в виду графика Энжима, тот график, который... Какой график выросли? Тот график, который вы дали вам на утверждение, мы его выполним. В следующий момент к нам вчера, да? Да. Вчера поступил, так называемый, сходный график. Срок вы посмотрели сегодня, мы готовы смотреть и подписать его. В каком статусе он находится у вас, и, насколько я знаю, он утвержден вот он. Он утвержден кем? В Ванной. Вот он. А где он может утвержден? У меня такой. Вот он, ваш утвержден, вот этот график. Я так понимаю, что сейчас задача немножко другая, утвердить тот график, который составил уже где-то подрядчик, совмещенный. Абсолютно правильно. Да, я готов его себе подписать. Судоработка, мы принимаем ваше заведение. Хорошо, конечно, но маленькое замечание, что вчера уже был укладен бетон, но мы постараемся уже попробуем утвердить какой-то другой день ближайший. Какую цифру? В первую вкладку бетона вчера, который тоже был произведен вы вчера. Есть какие-то другим опыта, насколько я понимаю, есть? Я не хочу сейчас про них говорить вот так вот, совсем открыто. Я так понимаю, это больше не повторится никогда. Правильно? Есть если нарушение, то это однозначно правильно. Считаю недоразумение. Да. Хорошо. Ну и последний вопрос. Поскольку я благодарен и с глубоким уважением вашей организации, я не очень понимаю, когда вас нагревают, не очень бывает и как. Я имею в виду тех людей, которые нет ни слова, производят определенные заработки, определенные ПСУ. Мы планируем к вторнику разъемный полный фонд работы, две смены, и я думаю, что все будет с вторника на начальство. Я имею в виду счастливого, это, как я понимаю, остается? Это ладно. Для сегодняшний день – да. Хорошо. Какие вопросы есть, а, конечно? Ну, они вопрос-то финансовый. Сегодня пятница. Сегодня пятница. Абсолютно, да. Хорошо. Я, Житовик, отнесите вот такого, пожалуйста. Ну, прям. Я могу написать Ельников, могу написать виссонах. Кого лучше всего? Ельников? Достойный ответ. Спасибо. И, в Тропус, хотелось бы, чтобы он все-таки в нашей захватке, в интернете, поднялся. Это защитный УК, мы сейчас заслушаем, у нас строймастера пробивает. Тогда, если дальше, и все, слушаем. Все делается. Есть по этому вопросу. Значит, ну, вот по этому акту, который имел, я считаю, чрезвычайную обстановку создал, ухо 66-го этажа Ригеля, я, Иван Николаевич, считаю, что, ну, такого у нас еще за два года, что я здесь не был, чтобы подарить металл. Металл, который упал на землю, отлетел на 15 метров. Вот. Сегодня Афимол потребляет там сотни человек, которые идут здесь, поэтому я предлагаю, значит, решение принято во вторник в 10.30 мы послушаем, руководство компании. И вопрос, это самый, самый неприятнейший. Я тут начали попытки, значит, что мы туда-сюда, я говорю, поставьте своих родственников на голову, которым падает металл, и все станет ясно. И второй вопрос. Именно об этом случае мы как раз сейчас и поговорили. Ригит, правда, по области материальной, но тем не менее, от этого ничего не меняется. Вот. И второй вопрос, значит, по фотографии рабочего дня на горизонте вчера, а там МЖ никого не было в начале рабочего дня, строймастера 7 человек. Сегодня в 9 часов, у нас рабочий день, я понимаю, с 8 часов начинается. В 9 часов появились, в 8 часов тоже никого не было, в 9 часов появилось 29-32 человека в МЖ и 23 строймастера. А сколько сейчас на горизонте? А мы до 10 смотрим. Я могу сказать по поводу вчерашнего дня. Я говорю, что мы знаем ситуацию, где были там были, там ази, там ази. Значит, я предлагаю так, я вам говорю, что от нас находится человек, который занимается фотографией рабочего дня, ребята, поэтому к нему, если вы не согласны, в 10 часов он спускается с горизонта. Если вы не согласны, решайте все с ним. Я просил вот такая ситуация, поскольку нет смысла, я уже, там, почему я тебя прошу, пока ничего не говорю, значит, про общение, условно, да, я категорически против, вот, условно, даже банальности общения, там, это, судя, состояние, в том числе, я понимаю, что нет смысла, замечания, которые даны, они, с одной стороны, с другой стороны, нет, просто есть в некотором смысле слова конструктивные варианты, мы знаем, что у нас вчера были, вот я лично знаю, что у нас были сейчас, там, очень большие проблемы и сложности с допуском, дополнительных людей, которые привезли, и я знаю, что я сам звонил вчера Бугаева, что я просил, там, я, в смысле слова, максимально стоит этот процесс, это никому не дает, Другое дело, что у меня просьба и к вам, и, соответственно, всем людям, которые проверяют, да, департаменты отношения, значит, нет смысла просто на в течение дня находить время, да, и корректировать все, моменты, которые называются рабочие нестыковки. Если люди внизу, и гораздо больше, чем 0, и гораздо больше, чем 23, то нет смысла, надо кому-то, а в течение дня находиться этот момент, чем занимать. Кроме этого, существует моменты, которые связаны с уроком, это тоже далеко не тайно, мы сейчас об этом говорили, и люди, к сожалению, в очень большом количестве находились не на горизонте, а в нескольких другом месте, говорили в порядок, что было дело раньше, так ли, Михаил? Ну, я просто в данном случае объясняю там, где находились люди, и я просил бы просто, как это сказать, не просто вот так, формально, но формально, вот и делать определенный вывод, если мы говорим про ФРД, в некотором смысле слова, как это, хотя бы найти возможность пересечь представительные организации, задать им обозу, если вы могли, могильная связь у нас есть в более 10 лет. Так, команды, у тебя есть что-то по делу сказать, кроме того, что я сказал, скажи, если нет, то нет. У меня есть по тому, что сказал Николай Павлович. Значит, давайте, есть замечания, мы его принимаем во внимание, принимаем по устранению, все, что сказано было на счете реверного ригеля, это абсолютно правильное, абсолютно законно, нам на самом деле не хватает. Иван Николаевич, я считаю, что Николай Павлович сказал, что все очень правильно, но я думаю, что нужно остаться в галлюстом кругу и решить эту проблему. Эта проблема очень тяжелая. Хорошо. Так, давайте, пожалуйста. Иван Николаевич, я еще раз сегодня подтверждаю кубатуры на понедельник, ой, на первое число, мы пока идем в графике, первого-второго числа планируем залить перекрытие. Сереж, если мы подтверждаем первое число, то слово первое-второе, то слово носит некорректный характер. Согласен. Если первое, оно всех первое, оно даже, знаешь, что... Пока идем в графике, по численности 40 человек, соответственно, днем, от 50 человек ночью. Вчера было 50 лет, сколько сегодня было? Ну, 53, там, 53 человека, это геодезисты и так далее, то есть там... Поэтому здесь... Подожди минуту, извини, насчет там геодезисты, там дальше тишина, они не очень устроились, не устроились, потому что по геодезистам было здесь не вопрос, поэтому давайте там геодезисты. Мы его сейчас останавливаемся. Останавливаемся на вопросе, я просто по памяти говорю, конечно, можно проверить протокол. У нас определенная дата существует, добавление людей до той штатной численности, о которой мы сами говорили, 105-108 человек. Да, абсолютно верно. 40 человек днем у нас и 50 ночью. Это сейчас? Это на сегодняшний момент времени, да. Хорошо. А геодезисты подтверждаются? Да, 40 дней, 56 ночью. А, извини, не убедил. Хорошо. Вот, по поводу заливки могу сказать, что на сегодняшний момент мы идем в графики. По поводу ветрозащитных экранов мы начали работу, переставили три экрана. Мне сейчас вам называть сроки тяжело, потому что работа это для нас новая, спрогнозировать мне тяжело. Сейчас в течение двух-трех дней я пойму выхлоп людей и назову им срок, когда мы закончим переставлять. Я просил так, не выхлоп, а выработку. Выработку, извините. У нас так и есть. Очень хорошо, что я не знаю. Так, извините, дальше, если есть вопросы. Далее, соответственно, договор находится у вас в службе согласования. Ждем ответ от вас. Значит, поскольку есть определенные сроки, которые я задекларировал Сергеевичу, они отражены в графике. График, кстати, должен висеть здесь. Я напоминаю, не завалюй. Вот здесь он тоже должен быть. Причем я предлагаю сделать это, как вы сказали, не просто бумажный график на стенке, а я готов дать денег для этого. Мне нужен нормальный, унифицированный нормальный график, который можно будет взять, переставить, отметить, чтобы он был стационарно закреплен. Я его менять, скорректировать не собираюсь в ближайших 20,5 года. Значит, я напоминаю, что есть разные виды строительных материалов. Есть арголит, есть фанера, есть рамки обрамления. На все это дело сделайте. Нормальный, унифицированный, штандартный, отметить, график. Не наваляйте. Общий или монолит только? Меня интересует отдельный график монолита, отдельный график общего производства. Монолиту принято, все будет сделано лучше. А можно сразу для общего? Ну, ну, печатаем, печатаем просто его на... Закрепляем на арголите? Господи, там, на какой-нибудь там пленке с люверсами и закрепили их. Все принято. Хорошо. Ладно? Гости, все, что касается выходных дней, поскольку стоит очень рад. Все, что касается технодорств, проработанного режима, приемки выполненных работ, проклады ваши я получаю, просто у вас есть прокладок, мне нужно вести маленькие пояснения, например, если что-то вдруг выскакивает из границ. Мне нужны плечи. И давайте мы так решим. Причина не спустя, как в 12 часов до совещания по бездону, а сразу же, как вот технодор, пишу свой счет. Это первое. Второе, я все же все равно... Только вот ваш технодор должен вести припасу по телефону по 50-го. А вы не реализуете. Я не стал вчера делать замещание, но если я его сделаю, будет не очень здорово, для кого-то, конечно. Понятно, что ты говоришь? Замещание. Так, панужи, какие есть вопросы? Да, панужи, один вопрос протокола. График плюсовка устранения замечаний, 61-й этаж. Письмо с предложением. Есть, да? Хорошо. Еще? Рассмотрим, дадим ответ. Так, все, значит, по ПЕГИ я согласовал. Снижение стоимости. Выпускайте договор о соглашении о снижении цены эксплуатации. Значит, по подъему, по эксплуатации, я уже имею в виду эксплуатацию нашу. Все усилие, все остается. Почему нет? Так, по Гурскому. Я, наверное, по соседу. В первом зуме, по первому неймару. Затем, верный, как я хочу сказать. Дима, шестье получало. Да? Ну, если вы выбрали, то вы... Первый. Я на вашем месте лучше помолчал. Я просто напоминаю, что сегодня пятница, а не вчера четверг, так на всякий случай. Но я сам себя уговорил, не делали замечательно. Что было понятно. А потом не связайся, только к учебу электронной непосредственности, но не видел их и тоже не носит. Если мы говорим про выходные. Тем более там есть что посмотреть, да, там 120-60% прочность, насколько я понимаю. Уже наверно сказать им об этом можно, это было бы в рабочем порядке. Не ожидайте совещания. Абрам, еще спасибо, это я обожаю технологию. И все, что касается подготовки по петонированию, выполнена линия. Я имею в виду Дима, Крошевская. А вы имеете в виду 68, мы примыкали? Не, я имею в виду 17. Так, подожди минуту, Саша, если не нужно будет, я спрошу у тебя, у Андрея, у Дмитрия, я спрошу. Меня технологии присутствуют, так? Мы еще не принимаем. А когда у вас сегодня? Когда закончат, мы в течение, а работу мы проверим. Ты знаешь, что организация ЮНЕСКОМОЕ сочистен на характер, да? Тогда была у вас. Да. Почему? Я сказал, тоже, да? Да. Вот он где посадок. Мы работаем в технотехнике. Замечательно. Поэтому вам пока не представляли, а вы там вообще вопрос задаетесь, кому-то общаетесь с этими? Общаемся. И что вам говорят? Они выполняют нас. Когда? Окончательно? Когда? О, приняли. Когда сделают окончательно? А когда сделают? Когда? Сейчас они на юге. Встреча с вами. ПОСЛИСКОМОЕ. Садитесь. ПОСЛИСКОМОЕ. когда послушали кроме почта я хочу сегодня я Я просто смотрю сегодня по поводу заключения. А в полноаруженстве у нас же не было вопросов. Не было вопросов. Если по первому своему проекту, не может быть. Слушайте, ну там 100 до 90 переведет нас с десятками до 60%. Ну, не знаю, если вопрос, да, то есть в практике с работой, но мы ждем, соответственно, за проекты лимфы, на первую очередь, потому что голосовый зал. Я понимаю, но мне нужно понять, когда у меня будет нормальное заключение официальное, чтобы я тоже себя спокойно чувствовал. От себя я прав уже. В моем понятии, официальное заключение должно было быть в виде создавания проекта ремонта. Ринь себе дает. Вот, а дарим сделать, когда мы заводим. Хорошо. То есть мы продолжаем не в том, а просто как не было, а как и нет у нас. Хорошо. Ну, по внутренней стене мы там посмотрим, а опять же... Ну, я про внутренней стене как раз и говорил, сейчас, поэтому смотрите только, знаете, от меня очень сложно, получается, у тех, кто сделает, а просто так вот инжалировать, типа... Да, вы все смотрите. Все, да. Да, хорошо. Ну, у вас это вообще разъединяет какие-то и сложности. Слушаю. Я тоже так думаю. А, да, есть ли какие-то комментарии там? Обычно я должен тратить, но обязательно с итогом будет не удалось. Дима, ну, ты у нас сейчас прожил на скромную, так, но, может быть, ты хочешь задать вопрос, но не задаешь его силу своей дивиденской репексии. Такое тоже может быть. Поэтому я успевал сам, успеваю, уточняю. А, помню. Хорошо, меня успевают. Так. Тогда понятно, значит, что касается проектных решений. Пойдем подрядчику наращивания лихера. Срок, что-то нет, ничего я не говорю. Николай Михайлович, это невозможно все. Я готов вчера. Пять часов. Значит, по наращиванию стрелы. Как, ваше, пока график, мы не войдем по три этажа в день. Наращивание стрелы, я считаю, не цель несомправна. А когда у нас там заин наступает? На месяц. На месяц. То есть нам сегодня пока хватает, да, подъемник? Нет, да, нам хватает. Для чего наращивание стрелы, Виктор? Чтобы мы могли обслуживать узорно-арматорную цель. А по закладухам, там, по всему устроим ассору нет вопросов? Никак не влияет на это. Хорошо, ладно. А зачем тогда пишите его? Это уловодов. Это уничтожено. По сей день, если в компании собираются принимать бетон, то никто из них ко мне не обратился, что, оказывается, нужно будет бетон принимать, кому-то расслуживают бетоноводы. Ну, вы знаете, я тоже не очень благодарен такой формировкой. Если у нас есть некоторые, как вам сказать, возможности людям оказать творческое содействие, они, в принципе, на нас работают, давайте уж не будем сами себя лукавить. То мы ему нахрен обратились, не обратились, стали, пошли, рассказали, помогли и объяснили. Миша. Рассказал, объяснил. Кому? Директор построительства. Это кто у нас? Контрольный скринанский. Хорошо. Давайте консультировать, в общем, смыслову. Что вы тут, я не понимаю, один у нас есть контролер народный. Мы тоже, что ли, все наблюдатели? Миша, кончай, Миша. Так, в прошлом, на русском языке. Так, все, ладно, хорошо. Тогда мне последний вопрос о паутке ДОХ, о комплектности. Я вопрос не услышал сегодня ни от кого, у меня один подрядчик, ни от страны, хотя я вчера с генеральным директором в Москве, они просеяли дни, они сегодня полную отгрузку делают, насколько половина денег вчера ушла, вторая половина идет сегодня. Ну, конечно, все правильно, вчера были за бачные деньги, и сегодня Вячеслав представитель директором, и сегодня даст ответ, какая первая партия приходит. Я не с ним, я с директором созванивался, он, правда, два в средних концернах, но сегодня не миг, он обещал, и все команды дают. Он, наверное, там и отправляет, вот опалка, а Вячеслав принимает. Ждет, ну, и с ним сегодня. Хорошо, ладно. Какие вопросы, которые говорят, присутствующие? Можно я спросить, Текуч? Можно вопрос задать? То есть, насколько я понимаю, у вас есть график совмещенных работ, который был предоставлен подрядчиком, сейчас он находится на согласовании. Абсолютно правильно, и сегодня окажется у вас. То есть, до того, как вы этот график согласуете, вы нам его представите, до момента согласования. Мы вам представим, сейчас он у нас готов. Кстати, давайте достать, я исправим ошибку. Мало того, проанализируйте график, который вы представили нам, с комментарием внимательным. Вот я об этом как раз и говорю. Окей, because we would like to compare that schedule with this schedule, and maybe we give our comments after the conversation. It will be very useful for the client and for the subcontractor. То есть, с нашей стороны мы тоже подготовили график, и нам бы хотелось сравнить график, который у вас есть, и наш график. Извини, Катюш, я даже перед себе не понимаю. Абсолютно правильно. Вот я как раз про эту графику говорил, которую мы получили вчера от вас. Мы сейчас дадим вам свой, и, конечно, мы там сформитируем. Абсолютная корреляция будет, что вы ваши и наши сроки. И если мне там, правда, несколько непонятно, то, что вы сами даете графики, и сами убеждаете нас, задавая вопросы, что это идеальные условия для судьбодрячика. Давайте посмотрим обыграть. Конечно, мы понимаем, что условия на площадке не будут идеальными, но вот это вот, с учетом идеальных условий. Именно поэтому мы хотим сравнить наш график с тем графиком, который предоставили подрядчики. Абсолютно разделяем и подход, и есть такое понятие равность. То есть ваше видение, наше видение. Абсолютно разделяем, потому что когда две головы всегда лучше, чем одна, и если мы ответим на ваши вопросы, а отвечаем на наши вопросы, то моё понятие называется конструктивная работа. Окей. Маленькие вопросы. Я не буду принимать много времени. Я не видел эти сходы, поэтому я спросил, когда мы их приставим? Потому что они очень важны. Они вертиклы на 67-й флоре, мы сейчас на 68-й флоре, мы должны приставить их. То есть такой небольшой вопрос, я графика не видела, но мне хотелось бы сказать, когда будут заливать шахты грузовых лифтов. Но, но, уши. А, уши. Супер. Краны вы сейчас, краны в воду. Я, ну, хорошо, вам не буду ли, но вчера, мы просто вчера сроки все озвучили. Будьте обратить, Сергей, еще раз. Я после совещания подойду к графикам, все расскажу. Сроки назовите, мы вчера, сроки назовите, мы вчера слышали с вами, я и готов назвать сам. Назовите, Иван Николаевич. Насколько я помню, вы сказали, что с субботы должны были начать ставить опалуку на этих ушах, и окончание заливки по ушам у вас в 1 апреля? Да. Ты на меня, знаешь, такими глазами не смотришь, то есть я что-то... Да или нет? Ну, я же сказал, согласно графику, ну что. Такое впечатление, что ты вроде как смотришь на меня, а у тебя молчаливый вопрос в глазах, и Иван Николаевич, что это правда? Владимир Владимирович, я что-то не понимаю. Нет, ну есть график, но что еще? Да, мы планируем начинать армирование, ставить опалуку. Значит, Владимир Владимирович, у меня просьба, Сергей, у вас хороший парень, мне он нравится, честно сказать, по подходу. Значит, я просил бы только, пусть он выучит этот график наизусть. Он висит вот здесь у нас. Он вообще-то 26-го, если я не ошибаюсь, должен начать их бетонировать. Я ваши сроки знаю, чем вы. Серега, ЮПРСРТ. Я понял, согласен. Блин, сделайте ему там инструкцию, что он на меня таких глазах больше не смотрел, честное слово. Тайя, Абаков. Я понял. У меня еще очень много вопросов по поводу графика, но я надеюсь, что мы его сегодня получим. И у меня предложение, кстати, не только вы его сегодня получите, потому что у нас там максимальная сохранить время на его усмотрение. Если у вас сегодня появляются вопросы, давайте, может, там, я не знаю, у нас ТЭПР-3, условно, где-то в районе 17-е пересечемся. На все вопросы найдем ответы, и у нас сегодня этот график должен кристаллизоваться. Не график, уточняю, а графики. ТОРМОН ОБЩЕНИЕ Конечно, конечно. ТОРМОН ОБЩЕНИЕ Пять часов сегодня. Окей. Хорошо. Одна маленькая вопроса. Тишин. 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 Что это? Я слышал, что они хотят делать свою часть. Тишин. То есть мой такой небольшой вопрос к компании АНЖ по поводу защитного экрана. Сколько я понимаю, насколько я услышал, они собираются со своей стороны установить этот экран? Нет, немножко не так. Я просил выгодя. За перестановку ветрозащитного экрана отвечает фирма «Строймастер». Они начали перестановку ветрозащитного экрана. Мы сегодня обсудили вопрос и пришли к единому верогласному мнению, что перестановка экрана будет заниматься специально сформированной группой людей. А «Строймастер», который будет отвечать в жадьеростановку экрана. Вся основная составляющая стоимости перестановки сегодня включается в этот уголовной сценарий «Строймастер». Включена вернее. Это тот договор, о котором мы говорили. Если есть еще один вопрос, я готов. Я понимаю, что это не совсем. Я, может быть, разделил бы ваше представление, что, наверное, средство безопасного производства для рабочих труда должно замещаться и дополняться всеми организациями на реализации. Я просто хочу сказать, что это будет не ласт, а ласты. Знаете, как это склеилось? Я про это говорю, я понимаю, что у меня тоже есть вопросы, и мы их много раз обсуждаем. Ладно, значит, давайте так, все-таки «Строймастер». Я в своем лице предлагал фирме «Анж» работать без защитного экрана. Те прекрасно поняли, что это невозможно. Что это невозможно, и просить за это деньги, а мы не кое-как, но. Те прекрасно понимают. Ну, вот такая у нас славная фирма «Анж». Давайте без критики. Все, Владимир Николаевич, проехать. «Строймастер», «Битрозащитный экран», «Одельные деньги», «Одельные бригады». Спасибо. Пожалуйста. Все. Да? Ну, это что-то такое полки этих безопасностей, о которых вы говорили, что я больше. А по ней я не собираюсь. Давайте, поговорим. Здесь прямо сейчас. Да, да, да. Есть башня? Башня, есть два плана. Башня должна иметь просто с ней поврежденное возрождение. У нас нет бумаги, которая говорит об этой зоне. А как вы говорите? Не буду про старый с ней говорить. Вы знаете, что в горизонте, честное слово не говорит нам. Подоградяющие, наверное, вероятные. Пожалуй, мы сержим, на правом это выстрел. Субтитры сделал DimaTorzok